Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего! Народная медицина. Рекомендации при коксоартрозе. Весьма часто болят суставы. Их крутят по причине внедрения в эти части патогенной биоклиматической энергии холода и сухости. Чтобы ее вытеснить из больных мест, применяйте средства, которые вытесняют эту энергию. Например, деготь оказался весьма удачным народным средством от болей в суставах. Он не только смазывает больной сустав, устраняя сухость из него, но и предохраняет от повторного внедрения новой порции холода и сухости. Одна женщина рассказывала, как она лечилась дегтем, когда были сильные обострения суставных болей. Она принимала горячую ванну, в которую клала 250 граммов питьевой соды или от 1 до 1,5 килограмм поваренной соли. Либо то, либо это. Это прогревало тело, открывало поры кожи. После такой подготовки в суставы тщательно втирали дегт. Ввиду того, что он может раздражать кожу, она разводила его пополам с растительным маслом. После этого ставила компресс дегтем, марлю в 1-2 слоя, намачивала дегтем, насухо выжимала, насухо выжимала и накладывала на больной сустав сверху компрессную бумагу и укутывала. Так делала до тех пор, пока боли не утихнут. Вместо втирания можно ставить компресс, разводя одну часть дегтя в двух частях растительного масла. Указанное лечение особенно хорошо помогает при коксоартрозе. Цветочные настойки при коксоартрозе. Сейчас как раз весна, вот-вот начнутся цветы, цветения. Поэтому эта информация очень вовремя. Первое. Коксоартроз – заболевание тазобедренных суставов. Одной из причин является внедрение в них биопатогенной энергии холода. От этого суставы начинают болеть, крутить, теряется подвижность, возникают сильные боли. Для того, чтобы вылечить тазобедренные суставы, надо вытеснить из них холод и сухость, которые разрушают сустав. Для этого народная медицина применяет различные разогревающие средства. Разогревающие средства еще способствуют тому, что усиливают циркуляцию крови в этой области. Как правило, ткани, суставы и прочее прочее портятся и разрушаются в тех случаях, когда подход крови к этим местам затруднен. И вот именно сухость и холод этому препятствуют. Вот эти все растирки, которые обладают такими горячими свойствами, они помимо того, что вытесняют и сухость, и холод, которые, вернее, боли суставные чаще всего наблюдаются именно во время холодов. Когда похолодало, стало холодно, сухо, сыро, но в любом случае холодно. И вот начинаются проблемы с суставом. Вот эти вот растирочки прекрасно препятствуют внедрению, значит, вот этой вот патогенной, болезнетворной энергии холода, плюс они усиливают, что очень важно понимать. Кровообращение в этой области, кровообращение подносит питательное вещество, и в этой области начинается оздоровление. Если этот процесс не запускается, то есть кровь не подходит, то что бы вы ни делали, сустав будет разрушаться, а боли как были, так и есть. То есть отстягивание, которое зажимает еще нервы. Так, значит, для этого народная медицина применяет различные разогревающие средства. Одним из таких средств является настойка сирени на спирту. Приготавливают настойку сирени так. Насыпают, но не натрамбовывают бутылку сушеной цветы белой или обыкновенной сирени и заливают до верха цветком 40 или 70 градусным спиртом. Настаивают 8-10 суток. Второе. Используют для натирания пораженных тазобедренных суставов, либо делают компрессы. Рекомендуется и прием внутрь по 30-40 капель в 2 раза в день. Также делают настойку прострела. Подснежника с синеватыми цветами. Берут 10 грамм высушенных цветов и 100 грамм спирта или водки. И столько же настаивают. То есть 8-10 дней. Применяется только для натирания при сильных болях в тазобедренных суставах. Помимо применения указанных настойок, рекомендуется регулярный самомассаж и разнообразное движение в тазобедренных суставах для его скорейшей разработки и оздоровления. То есть такие движения, которые бы не вызывали боли, то есть до появления чувства боли, чтобы вы вот эту границу не пересекали. То есть вот насколько он у вас может двигаться, настолько вы его движете до появления болевых ощущений. С каждым разом эта амплитуда движения у вас будет увеличиваться. И так, в конце концов, можно полностью восстановить подвижность в тазобедренном суставе. То есть этим делом надо заниматься. А теперь поговорим о профилактике кокса и артроза. Первое. Как показывает практика, некоторые ткани могут способствовать охлаждению, а другие сохранению тепла. Это весьма важно учитывать при лечении кокса и артроза и носить белье из таких тканей, которые разогревают суставы и сохраняют тепло. Для этой цели лучше всего подходит шерсть. Причем лучше всего шерсть темного цвета. Чем темнее, тем лучше. Запомните, ткани из синтетики, из щелка способствуют охлаждению. Поэтому лицам с болезненными суставами не рекомендуется носить белье из синтетики и шелка. Особенно это касается холодного времени года. Забудьте про синтетику. Второе. При кокса и артрозе из спонделюза рекомендуется носить плотные панталоны из чистой шерсти. При шее на грудном осиах андрозе носите прямо на голом теле шерстяные свитера и кофточки. Некоторые вяжут полотна 20 на 20 сантиметров из собачьего пуха и пришивают к хлопчатобумажным панталонам напротив тазобедренных суставов. Этот пух хорошо разогревает и удерживает тепло, чем способствует излечению больных суставов. Боль снимается хоть медленно, но верно. В качестве ткани для компрессов используйте куски старых шерстяных вещей. Такие компрессы действуют намного лучше, чем из других тканей. Запомнили это. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.